ребятки всем здравия приветствую вас на канале приключения троника сегодня мне на ремонте вот такой большущий телевайзер телевайзер как бы так свет попадал телевайзер называется лыжа лыжа одна лыжа вторая это потерялась правая или левая чё с этим телевайзером я сейчас покажу сзади наклеечку 43 дюйма телевайзер ему лет десять я посмотрим как хозяин сказал хозяин зовут игор джан игор джан у нас из грузии игор джан это мой давний кент валик водитель бмв черного в прошлом уже а теперь шкоды октавий так и горджан сейчас посмотрим что там сзади за название увеличиваем значит сделано да действительно 10 лет назад 12 месяц двадцатый год вот такой телевизор 42 кстати 42 дюйма соврал си с 460 вот ниже какие-то тире лечит а там всякое такое короче код продукта теле дидор или дидор так в общем вот такое что у нас с ним ребятки с ним у нас следующее включаешь его в розетку проводочек я уже включал и лампочка стендбай которая вот здесь она не светится вот это вообще от слова совсем уже товарищи горджан вызвал какого-то товарища другого который разбирал что-то там сказал где-то там нет напряжение всякое такое вот короче буду разбирать и по ходу озвучивать процесс исследования детектирования неисправности ребятки вот смотрите вот плату развесил под микроскопом пришлось так извратиться магнит поставить вот вырезала на сюда иди чтобы он не упал вот и вот смотрите есть такой товарищ зинар диод 503 вот он 23 05 27 20 37 он занимаюсь уже темно на улице темнеет вот не могу понять то ли это буковка б то ли 8 то ли 18 принципе схему не искал может если иначе схема ради интереса но вот этот стабилитрон чик звонится в короткую вот никаких напруг на выходе нет на выходе бы понят на входе только на сетевой банке 316 вольт а дальше никаких напряжений нет вообще поэтому естественно стендбай нет потому что откуда он возьмется там один умный товарищ сказал что это на моем платье проблема сейчас посмотрим на какой в общем сейчас я буду выпаивать то маленького говнючка вопрос только в том не знаю на какое напряжение по моему как или это верхняя часть b это 18 или 8 может быть посмотрим посмотрим ребят сейчас еще фото сделать и на всякий случай так ребятки полазил по блоку питания все попроверял удивился что напряжение все имеются на стр в 63 н если не ошибаюсь и название вот и что я сделал не давай сейчас подробности вот подпаялся к красный провод этот оранжевый 20 вольт там на выходе этот к массе и прибору вот и подпаялся на power он ножку резистора полтора килоумного на всякий случай полтора килоума чтобы напрямую и замыкаю на на три с половиной вольта сейчас вот замыкаю было видно вот видите есть появляется напряжение отпускаю выключается питание замыкаю появляется право не 20 вольт по 17 8 точно также появляется 12 вольтовое напряжение я проверял прибором на 12 вольтах появляется то есть при включении блока питания питающие напряжение проявляется продать просаженная и он да то может нагрузка будет он выровняет поэтому плата блока питания инвертора но по крайней мере инвертор я посадят паял на всякий случай подохранитель на инверторе чтобы при включении не подавалось на него напряжение лишний раз вот поэтому думаю что с платой блока питания инвертора все в порядке абсолютно так как прозвонил все элементы ничего подозрения не нашел кроме одного стабилитрона который я думал что он пробой а он шунтируется резистором 056 ома почему-то так схеме сделано не знаю ну вот как то так сделано специально до нового резистора подымал промерял все все он рабочий хотя хотя в видео ник так н.к. что такое ник н.м. как-то я забыл человечка ремонтировал такую же плату он его прозвонил что не рабочий показал что он якобы он меняет и все дальше ничего не сказал хотя он не шунтируется его менять не надо он целый вот вот так вот там просто даже по схеме видно потом по дорожкам я потом уже когда посмотрел но видно поэтому с блоком питания в порядке все-таки с мейн платой будем разбираться если его можно еще оживить надеюсь можно ребятки вот этот маленькая микросхемка написано а если 408 вот она звонится на коротко с этой ножки на вот эту ножку звонится на коротко щупы в обе направления менял в режиме диодной позвонки звонится на коротко сейчас буду смотреть чего это за такая си 408 сс x и у ну скорее всего что покажется что это какой-нибудь 431 стабилизатор микросхемка которая должна стабилизировать там чего-нибудь например там 1,7 вольта или 0,8 вольта например на питание флешки или 3,3 вольта например что-нибудь такое возможно я не прав ребятки вот подпаялся смотрите вот видите 3,5 вольт один проводочек один проводочек на массу вот вот отключил свой любимый тестер hantek и вот на нем 1 ом нагрузка по линии 3,5 вольт замыкания 1 ом вот видите гуляет 0,9 ом вот так вот что сейчас буду делать сейчас подам сюда 3 3 вольта 3 3 3 4 вот через свой лабораторный блок питания вот он подам свойства им с точным так 3 3 и ток короткого замыкания сейчас выставлю ну короче меньше ток вот буду потихонечку ток добавлять чтобы сразу не пыхнуло ничего не полыхнуло будем смотреть что греется если у меня получится пальпированием ощутить вот ну не могу телефон держать и снимать одновременно тут у меня на столе вот такой хаос космический поэтому будут обе съемки делать потом сообщу результатах ребятки случилось самое печальное что ожидать требовалось я потихоньку увеличивал ток вот эти 2 вольта должно проседает не 3 3 2 вольта вот один ампер и вот перегрузки режиме к за стоит лбп но в перегрузке короче или потоку и вот все лапал и греется вот процессор вот он горячущий даже притоки в один ампер напряжение 2 вольта не 3 3 а 2 вот он горячущий ничего больше на плате не греется греется вот этот процессор к сожалению это плате уже все процессор естественно менять не будем потому как я не вижу это никакого смысла у меня нет никакого оборудования для этого вот никогда их не менял менять не собираюсь то есть вы станет просто эту плату лучше заказать целиком с такого же разбитого телека это будет гораздо дешевле и проще единственный момент на только найти ее рабочую все жалко думал хотя бы может флешка слетела вот она 25 киев 25 киев 80 винбондовская флешка выкачал даже прошивку на нее на всякий случай вот она и на про естественно нет а вот просто греется добавим моего еще тока чтобы у нас чайничек поставим закипать чайник чтоб кипела водичка греется зараза тут все холодная по входным цепям вот все холодная память холодная вот друсили все холодная флешка холодная ничего не могли в принципе если где-то было раньше но боялась бы раньше просьба не грелся добраться не доходило бы даже атаку на рейт запрос вот дядя и гордян видишь даже напряжение 33 вольта нету видишь поток вот вот он греется можно носки сушить отдадим еще току немножечко 26 25 полтора ампера а горяченький больше на плате ничего не греется ничего холодная плата а водная сейчас руками прощупаю с той стороны на всякий случай вот под прорцом руками трога горячая везде плата в других местах холодная так что дядя и гордян смотри видео наслаждайся пиши комментарии обязательно ставь лайк напиши три гордян чтобы мои телезрители многочисленные по всему миру увидели что ты настоящий неподдельный но все на этом эксперимент можно считать оконченным еще один телек ребятки хотел отремонтировать тут киселка в разбор пошла там шлейф на матрицу отсох на контроллер матрицы так что все вот можно кидать в утиль вот тут в одной точке горячущий тут например не сильно а вот тут этой точке горячущий вот так человек работал телезр человек просто выключил его говорит перед разой перед разу выключил потом включил и он не работает все все блок питания целый там запаял назад поддохнитель от на инвертор который не его от павел блок питания запускал рабочий не все ребятки дальше не буду даже только поднимать смысла не вижу только выключил ведь все 3 3 в норму только включаю на этом ребятки ремонт так называемый можно считать оконченным но если дядя игорь скажем так согласится поискать эту плату моему поставим поменяем и телек заработать еще концовку видео покажу если нет тогда на этом все вeeee и и и и